В имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Очень сложный вопрос, который требует действительно такого ответа по существу. Женщина спрашивает о том, что она живет в Украине, и после решения собора о полном разрыве ОПЦ от РПЦ, опубликование нового устава «Не хожу в храм». Но хочу сразу сказать, что полного разрыва ОПЦ от РПЦ нет. Есть решение собора об автокефалии, по сути, то есть независимости, но не разрыве. Разрыв отношений – это что-то такое, когда кто-то не признает кого-то и нет общения никакого. Разрыва нет, есть решение об автокефалии, и оно в достаточно таком двусмысленном виде. Это решение, которое еще должно утвердить наш собор, и Матери Церкви, и Патриарх. И пока он не утвержден. То есть это еще пока намерен, декларированное Украинской Православной Церковью. И пусть и в такой, скажем, необычной форме, может быть, не экономической форме, немножко по-другому это должно было делаться через прошение, а не через декларирование автокефального статуса. Но мы должны понимать, что сейчас очень сложная ситуация, действительно, в Украине и в России тоже. Но у нас легче ситуация. А там люди находятся под очень тяжелым гнетом, в том числе и священнослужители. И более-то даже угроза жизни есть для людей, священнослужителей. Поэтому строго судить мы не можем людей и осуждать. И Господь попустил действительно это скорбь. Мы молимся о прекращении тоскорби, при брата убийства и разделении церковных. И вот Крымская епархия, в которой я служу, она, слава Богу, ушла под амафор Московского Патриарха, стала Крымской митрополией. У нас, слава Богу, есть такая возможность соблюдать каноничность. В Украине ситуация гораздо сложнее. Там и до военной операции очень сильно издевались над церковью и очень сильно подвергали давление прессингу. Сейчас я даже не знаю, что может происходить. Может быть, под дулом автомата или еще как-то. Но тем не менее, все эти действия, которые совершил этот собор, Украинская профсанцерковая церковь, они сомнительные, они не каноничные. Но осуждать не стоит. И поэтому в этой ситуации, значит, я думаю, что пока в церковь, может быть, не обязательно ходить. Можно побыть дома, помолиться, не обращая внимания, что там кто на тебя злобится и что происходит. Но если ты пойдешь в храм Украинской православной церкви, которая под амафором метрополита Ануфрия, то в этой церкви Кеопечерская лавра находится и прочие святыни церковные, то большого греха не будет. У нас пока еще нет решения какого-то на уровне собора или синода Русской православной церкви Московского патриархата о том, что можно ли там причащаться или нельзя в этой церкви. Поэтому вот до решения этого синода, может быть, можно немножко воздержаться. Я думаю, что это вопрос месяцев, не лет, а месяцев. Пока помолитесь дома, кто может, кто не может, но пойдите в храм. Вот все равно надо храм, наверное, сохранить. И, возможно, вот эта ситуация с церковным расколом будет преодолена в ближайшее время. Надо только подождать. Надо не унывать, не отчаиваться. Но пока нет решений полагаться на мнение определенных богословов, на мое мнение или еще на чье-то мнение, не надо. Потому что у нас соборная православная церковь и соборный разум. Все мы можем заблуждаться. И я в том числе и заблуждаюсь. И могу сказать, что это неправильно. Поэтому пока воздержитесь от посещения храмов, возможно. Те, где не напоминают святейшая патриарха Московского и всей Руси, Кирилла. При необходимости какой-то крайний сходить в храм можно. Может быть, воздержаться немножко пока от причастия, пока не будет окончания вот этой вот ситуации сложной духовной и изъяснения, разъяснения нам от собора или синода Русской Православной Церкви. И как только будет вот это разъяснение, что можно делать, что нельзя делать, можно ли причащаться, нельзя ли причащаться, тогда мы будем знать, что делать. Пока ситуация неопределенная, а лучше воздержаться от каких-то лишних действий. Помоги вам Господи. Продолжение следует...